Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Александра, это канал о вязании. Небольшое такое личное отступление перед видео. Грядет грандиозное событие, годовщина моего ведения блога на YouTube, то есть моего канала. И в рамках этого события я бы хотела рассказать какие-то факты о себе. Может для кого-то что-то будет новое, кто-то, кто со мной уже очень давно, они уже все обо мне знают, но это лучше меня. И хотела, чтобы это было такое видеознакомство, то есть я расскажу о себе, а вы, соответственно, расскажете о себе. Мне было бы очень интересно прочитать ваши комментарии. Если кто-то из блогеров меня смотрит и захочет снять подобное видео, то тоже обязательно снимайте. С удовольствием огромным посмотрю, оставляйте ссылку под видео, посмотрим. Посмотрю не только я, посмотрит еще кто-то, да, из моих зрителей. И как я уже сказала в этом видео, я расскажу какие-то факты о себе, и мне было бы очень приятно прочитать комментарии от вас с рассказом о себе, кто вы, откуда. Можете рассказать о своем знакомстве с моим каналом, мне тоже будет интересно это прочитать. В общем, все, что считаете нужным рассказать, я буду очень рада прочитать в комментариях, либо увидеть видео. Что ж, приступим. Теперь я расскажу какие-то факты о себе. Визуальных фактов тут на самом деле-то и почти что не будет, поэтому это будет такое околовизуальное абсолютно видео. Итак, как все знают из приветствия, меня зовут Александр, мне 27 лет уже целых. С ума сойти. На самом деле, с определенного момента я праздную только 21 год. То есть, когда меня поздравляют с днем рождения, кто-то близкий, он говорит, что Александра, если он употребляет цифру, то он говорит цифру 21. С 21-летием тебя и так далее. Не знаю, с чем это связано. Не то, чтобы я очень круто отметила свое 21-летие. Эта дата как-то знаменательна для меня, да, что я готова только ее отмечать. И я совсем не расстраиваюсь по поводу цифр, увеличения цифры, да, что цифра остается все больше с каждым годом. Нет, мне это нисколько не печально, потому что это логично-закономерно. И то есть, вполне нормально, что мы взрослее. Я не считаю, что это какое-то движение к старости. Я считаю, что это просто рост. Рост, зрелость, и в этом ничего плохого нет. Это, наоборот, круто и хорошо. Потому что всегда оставаться 18-летним, конечно, да, молодость прекрасна, но не все мы 18 лет такие прям, такие как 27-28. С возрастом появляются новые знания, новые какие-то открытия для себя делаешь, поэтому это хорошо. Но празднуйте, тем не менее, только 21 год, каждый год. Вот так вот. И вообще я очень люблю свой день рождения. То есть у других людей день рождения люблю, а свой не люблю. И не знаю, чем это связано. Просто вот прям, когда у меня день рождения, это у меня стабильно плохое настроение. Прямо с утра. Даже еще никто не испортить не успел. И, наоборот, все звонят и поздравляют, но как-то вот не знаю. Не знаю, чем это связано. Это очень сложно объяснить. Это какая-то аномалия. Ну и в тему дня рождения я типичная дева. То есть я прям жутко пунктуальная. Вся такая правильная-правильная. Не пью, не курю. И так далее. В общем, деву прям списывали с меня. Там реально 95% это все про меня. Точно. У меня четвертая отрицательная группа крови. А нас таких мало. Мы в тельняшках. Когда я ходила, сдавала донорскую кровь, то мне всегда были очень рады. Мне улыбались намного шире, чем всем остальным. Потому что это считается очень редкой группой крови. Тем более с отрицательным резусом. То есть это вообще такая очередная аномалия. И сейчас у нас в семье, поскольку в семье я, муж и двое детей, у нас первая, вторая, третья, четвертая группа крови. То есть у нас в семье есть все. Весь ассортимент групп крови на данный момент. Я интроверт. Прям вот очень сильный. То есть мне посидеть в тишине одной. Сейчас в основном это повязать. А раньше это там почитать книжку. Это просто волшебство. Единственное, что я уже очень давно не знаю, каково это. Потому что, в принципе-то, я и не остаюсь одна. Если моментом одиночества можно считать детский сон. Но это такое временное обстоятельство. Я очень сильно стеснительная. То есть это прямо моя беда была всегда. Застенчивость какая-то в школе. Это было в гипермасштабе просто. Потому что, не знаю, мне даже ответить на уроки, поднять руку. Это было для меня каким-то... Это было реально событием. Если я могла поднять руку на уроки, это просто значило неимоверно. Я потом приходила из школы и рассказывала это все бабушке в красках. Что я смогла это сделать. Потом с возрастом стало с этим уже полегче. Вроде. Но на самом деле не сильно. Потому что все равно позвонить куда-то к какому-то вопросу для меня, поговорить, это тоже такое событие, которому я тоже буду очень долго радоваться. Что, боже мой, я позвонила и договорилась о чем-то. Или решила какой-то вопрос. Поэтому общение с незнакомыми людьми для меня дается очень сложно. Я вообще... И это до сих пор загадка, как такой человек смог открыть канал, и почему он его еще до сих пор ведет. Это я не знаю. Это не поддается никакой логике. Я совершенно не умею краситься. Вот то, что сейчас на мне, это просто предел моих возможностей. Тушь, карандаш для глаз, румяна и блеск для губ какой-то, который у меня, по-моему, его уже не видно. В общем, он уже давно стерся. То есть это мой предел. Это сколько крыгину ни смотри через экран телефона, это ничего не передается. То есть все равно магии не происходит. И краситься ты не научишься. То есть это только практикой, которую я на которую забиваю, видимо. У меня бывают моменты в жизни, когда я решаю, что все, я же взрослая тетя, пора начинать уже краситься нормально, так хорошо. Там маскировать круги под глазами, маскировать где-то морщины начинающиеся и так далее. То есть чтобы все корректно затонировать, и все было круто и красиво. Этот период, как и все в моей жизни, проходит в какой-то момент. И все остается на своих местах. То есть какой-то минимум, который у меня есть, видимо, мне его хватает. Поэтому я очень сильно не заморачиваюсь на этот счет. Но тем не менее уходовой косметикой все-таки стараюсь пользоваться. Годы берут свое. Я никогда не была за границей. Вообще никогда и нигде. Единственное, можно сказать, исключение, это я ездила в Крым за год до того, как он стал нашим. То есть это тоже уже такое сомнительное, сомнительное за граница. И больше я нигде не была. То есть путешествуем стучительно по России. Первый раз я была на море по 23 года. И тогда же первый раз я летала на самолете. Это прям... Я даже не знаю, как это прокомментировать. Ну вот такой вот я путешественник отчаянный. Нет. До этого момента лет, наверное, с пяти я всегда... Каждое лето, в принципе, даже не лето. Иногда и зимой, когда там путешествовали в Санкт-Петербург. Но это все происходило на поезде. Я очень люблю читать. И для меня, также и в формате вязания, для меня именно текст воспринимается много лучше, чем видеоформат. Поэтому книги, я их очень уважаю, очень люблю. Очень рада, на самом деле, признательна моим родителям за то, что они мне привили любовь к книгам. Потому что книги это круто. Тут даже без комментариев. Мне кажется, каждый человек, который любит читать книги, он меня поймет. Единственное, сейчас я немного кривлю душой, потому что вязать я на данный момент люблю больше. Поэтому, к сожалению, читаю очень мало. И даже больше... Если раньше я больше читала художественную литературу, то сейчас это какая-то такая более техническая, если можно так сказать, литература. То есть, либо это что-то по вязанию, либо это по фотографии какие-то книги. То есть, больше в таком плане, больше в таком ключе. То есть, что-то, что можно применить к практической какой-то целью. То есть, раньше это были больше художественные книги. То есть, современная классика, либо какая-то художественная литература, там, 19-20 века. То есть, что-то такое. И я совершенно не воспринимаю аудиокниги вообще никак. То есть, мне еще ни разу не попалась аудиокнига. Это именно этот чтец, чье произношение, чей темп голоса, темп голоса мне будет приятен и понятен. То есть, мне гораздо приятнее читать книгу самой. Я предпочитаю в электронном виде читать книги просто потому, что мне так легче и проще. То есть, можно с собой взять одну читалку, и там будет несколько книг, и ты можешь выбирать из них, какую ты хочешь почитать. По образованию я психолог, об этом, я думаю, уже многие знают. Но я не работала по специальности, то есть, по специальности я только проходила практику. И все, две практики. Я не люблю готовить. То есть, я считаю это скорее необходимостью. То есть, я все равно готовлю, там, один раз в день, либо два раза в день. Но я это совсем не люблю. То есть, вот это вот, наш шоу-шеф-повар меня лучше не отправлять, потому что там будет вареная картошечка с котлеткой. Но при этом, не такая уж яркая любовь к готовке абсолютно не мешает мне любить поесть. И мои щечки прекрасные доказывают это. Я очень увлекающийся человек, то есть, у меня в жизни существуют какие-то периоды, где-то по месяцу, когда я чем-то очень сильно увлекаюсь, когда у меня прям что-то горит. Мне срочно нужно это делать, я не могу без этого жить. И вот прямо так, не то чтобы, знаете, чуть-чуть поделал, отложил. Нет, мне просто надо постоянно этим заниматься. Муж у меня вот всегда с такой ностальгией вспоминает период, когда я активно пекла. У меня был такой период, то есть, прям выпечка мне очень нравилась. Я разные там кексики, пирожки готовила, накупила разных формочек для выпечки. И сейчас он с ностальгией вспоминает этот момент. Он ждет, когда, видимо, пройдет вязание, и вдруг опять выпечка меня заинтересует. А я, исходя из прошлого пункта, который я говорила, что покушать-то я люблю, я с ностальгией вспоминаю период, когда я увлекалась пилатесом, йогой. То есть, мне это очень нравилось, я прям так активно этим всем занималась. Мне это самое главное приносило большое удовольствие, но потом как-то это все сошло на нет. И сейчас это только, когда уже совсем спина болит, поясничный отдел, отношение ребенка и всего такого, и вязание, тогда только я могу что-то там забацать, а так нет. Нет, к сожалению, в какой-то регулярности такой, чтобы постоянно этим заниматься, это не вошло. Это очень плохо, я считаю. Я очень люблю составлять списки. Я очень люблю блокнотики и очень люблю составлять в этих блокнотиках списки. То есть, это просто вообще. Мне надо обязательно составить список, что мы возьмем, например, с собой в дорогу, что надо купить в магазине. Я очень люблю составлять там какие-то список вещей, которые нужно приобрести, которые нужно переделать, которые нужно, допустим, во время ремонта, что нужно сделать, в каком порядке и так далее, то есть прям списки, это просто мое все, а потом еще так вот это все ручечкой, такую галочку ставить, что ты это все выполнил, я прям удовольствие от этого получаю, серьезно, на ровне с вязанием, наверное, списки это, ух, классно. Мое любимое направление музыки это рок, и любимая группа это Линкин Парк, немножко на самом деле сейчас у нас разошлись пути, они ударились в какой-то такой альтернативный рок, мне это не совсем близко, но тем не менее вот такой классический Линкин Парк, времен моей молодости, это просто что-то. Я так радовалась, когда на первом курсе они приезжали в Санкт-Петербург, я купила билеты на этот концерт где-то за три месяца, то есть на самом старте продаж я купила билеты, я просто не могла дождаться, я до концерта все это время с этими билетами ходила, обнималась, я была настолько счастливым человеком, это вот, не знаю, это просто радость не передать словами. После концерта я была самым счастливым человеком, то есть это настолько было восхитительно и прекрасно. Конечно нельзя сказать, что это было самое прекрасное, что происходило со мной в жизни, но одно из самых классных событий, то есть вот это было божественно. И это так, наверное, очень банально звучит или как-то неправдиво может в современных реалиях, но я очень люблю классическую музыку в детстве и во время учебы в институте, я постоянно ходила на концерты классической музыки. У меня тетя играет на контрабасе в государственной филармонии в Санкт-Петербурге, поэтому у меня были контрамарочки чудесные, я ходила одна с подружками, то есть обязательно посещала. Если вот именно во время школьных лет, когда это больше было по настоянию мамы, то когда я уже училась в институте, я ходила именно с мамами, я никто не заставлял, тетя предлагала, и я не то, что мне неудобно отказаться, я не хочу. Нет, мне на самом деле я ходила, мне это очень сильно нравилось, особенно я любила ходить на балет, причем я даже в школьные годы обожала ходить на балет. И вот единственный балет, на который я не могла попасть и так и не смогла до сих пор, это щелкунчик. А все остальные, Лебединое озеро, на Лебединое озеро ходила несколько раз, всегда каждый раз смотришь с таким восторгом и восхищением. И вот к своему стыду я ни разу не ходила в Перми на балет, потому что здесь очень хорошая балетная школа, и когда я увольнялась с работы в Санкт-Петербурге, моя начальница мне говорила, что Саша, у вас там восхитительная в Перми балетная школа, обязательно сходи, посмотри, потому что они приезжают даже в Санкт-Петербург, очень с удовольствием их принимают, они везде гастролируют, уже за границей и так далее, обязательно. И вот я к стыду своему еще до сих пор не сходила и не посмотрела, но вот обязательно нужен, конечно. Ну и есть радиостанция, от которой мне не заворачиваются уши в трубочку, не знаю почему, это Европа Плюс, то есть ее как я как-то так спокойно слушаю, воспринимаю, то есть, ну это как фон, такое вот что-то, если надо включить что-то фоновое, то Европа Плюс, и окей. Ну и немного про вязание. Вязать я научилась в школе, она в руках труда, но активно и осознанно я начала это делать совсем недавно, два с половиной года назад, во время своего первого декрета, и он плавно перетек в мой второй декрет, в котором я сейчас и нахожусь, и из этого вытекает, что у меня двое детей, одному два с половиной года и второму два месяца, и оба мальчика, чему я несказанно рада. Вот такие вот невизуальные факты обо мне, надеюсь, что вам было интересно, или теперь вы понимаете, почему у меня мало друзей, и меня считают занудой. Я очень сильно волновалась во время записи этого видео, наверное, это было заметно, это точно было заметно. Не знаю, если честно, видит ли оно свет. Ладно, монтаж покажет, увидит оно свет или нет. Спасибо большое всем за внимание, я буду очень ждать ваших комментариев. Можете, если вы стесняетесь или не считаете нужным публиковать какую-то личную информацию о себе на ютубе, то вы можете написать не в директ, можете написать куда-то в личное сообщение. Я с удовольствием огромным почитаю. Спасибо вам еще раз огромное за внимание, всем удачи, ровных петелек, и пока-пока, до новых встреч. Надеюсь, что уже очень скоро.